Всем привет! Вы на канале Даша Техник и сегодня я хочу вам рассказать про танк Т-72. В этом видео вы узнаете, как задумывали этот образец техники и как выглядят современные модификации этого танка. А в руках у меня, конечно же, не Т-72, а если вы узнали, что это за танк, пишите в комментариях. Давайте слушать рассказ. Как только началось серийное производство танков Т-62, сразу начались работы по улучшению базовых характеристик этого танка. В результате этих работ появился танк, который носил индекс Объект 167. Работы по данному танку начались в 1961 году. Разработали его в Нижнем Тагиле под руководством Леонида Карцева. Он предназначался для экспериментальной проверки мероприятий по повышению огневой мощи, подвижности и усилению противорадийной защиты. Новыми техническими решениями по сравнению с танком Т-62 были установка более мощного вооружения, полуавтоматическое заряжение пушки, применение противорадийных материалов и использование дизеля В-26, бескассетного воздухоочистителя, системы гидросервоуправления агрегатами трансмиссии, а также использование в ходовой части поддерживающих опорных катков меньшего диаметра. Опытный средний танк Объект 172 создавался как мобилизационный вариант танка Т-64А или же Объект 434 для производства на ОВЗ в особый период. В ходе работы сходная конструкция Т-64А была кардинально переделана. Особенностью машины была установка четырехтактного дизельного двигателя В-45К производства ЧТЗ, вентиляционная система охлаждения и автомат заряжения так называемого бескобидного типа. Первые машины создавались путем переделки серийных танков Т-64А. Первые два опытных образца были изготовлены в 1968 году, а в июле-декабре 1968 года они прошли цикл испытаний на танкодроме завода в Туркменистанском военном округе. Эти и последующие испытания выявили ряд конструктивных и технологических недостатков, причем самым критичным были дефекты ходовой части. Работа по устранению дефектов в последующем переросла в состояние новой машины Объект 172М. Объект 172М является развитием опытного танка Объект 172, и в отличие от Объекта 172 на новом образце установлена ходовая часть опытного танка Объект 167. Электромеханический автомат заряжения, размещенный под поликом боевого отделения, и новый Челябинский дизель, инструкция электромеханического автомата заряжения обеспечивала переход членов экипажа из отделения управления в боевое без благодарительных работ, заряжение пушки вручную из всех укладок на месте и в движении танка, пополнение конвейера автомата заряжения выстрелами без разворота башни на корму и без помощи механика-водителя. Основной боевой танк, появившийся в 1985 году и являющийся модернизацией танка Т-72А с усиленной динамической защитой Контакт-1, в настоящее время Т-72АВ сильно устарел, хоть и не исчерпал возможности по модернизации, по боевой защите ощутимо отступая танку Т-72Б и не обладая достаточной огневой мощью, но тем не менее все еще представляет внушительную, хоть и не непреодолимую силу. В основном Т-72АВ находится на консервации, однако незначительное количество танков продолжают нести службу в армии России. Т-72АВ или же Объект 184 представляет собой усовершенственную модификацию танка Т-72А, а его серийное производство началось в 1984 году. Машина оснащалась навесно-динамической защитой, дизельным двигателем мощностью 840 л.с., комплексом управляемого вооружения 9К-120 «Свирь» с лазерным наведением ракеты на цель. Уже на момент своего создания танк Т-72Б оказался устаревшим по показателям комплекса управления огнем. Автоматизированная система управления огнем на нем вообще отсутствовала. Т-72Б отставал как от зарубежных танков, таких как «Леопард-2» и «Абрамс», так и от отечественных, таких как Т-80БВ, Т-64БВ, Т-80У и Т-80УД. Защита танка разрабатывалась с учетом испытаний в СССР израильских бронебойных подкалиберных снарядов М111, пробивавших верхнюю лобовую деталь танка Т-72А. В конструкции отказались от стеклотекстолита и заменили его на конструкцию из набора стальных плит, а в дальнейшем применили и так называемое полуактивное бронирование с отражающими листами. Танк Т-72Б, созданный более трех десятилетий назад, до сих пор остается основой танкового парка России, где разработаны программы модернизации этого танка, которые могут компенсировать его отставание от танков стран НАТО, таких как М1А1, Леопард-2 и прочих. Подвижность танка также возросла и весьма незначительна, с 670 л.с. на Т-72А до 840 л.с. Основу танкового парка Российской Федерации составляют машины Т-72Б3, но покопавшись в интернете, я поняла, что таких модификаций как минимум две. И первая условно называется ранней. Это Т-72Б3 образца 2011 года, и выглядит она именно вот так. И именно такие танки участвуют в танковом биатлоне. У меня есть подробное видео об этом мероприятии на канале Даша Техника. А вот так выглядят машины позднего вида, это Т-72Б3М, или же образца 2016 года. Различить их можно благодаря динамической защите на бортах. У позднего Б3 они более крупные и позволяют разместить большие надписи, чем и занимаются российские танкисты. Проект Т-72Б3 создавался в качестве способа бюджетной модернизации имеющегося парка танков Т-72Б, и поэтому имеет ряд характерных черт. Стоимость модернизации одного старого танка до состояния Т-72Б3, по имеющимся данным, не превышает 52 миллионов рублей. При этом большая часть финансов, это около 30 миллионов, уходит на капитальный ремонт боевой машины, а на закупку и остановку нового оборудования идут оставшиеся средства. В ходе капитального ремонта и модернизации серийный танк модели Т-72Б при переоборудовании в Т-72Б3 получает ряд новых приборов. И прежде всего необходимо отметить новый многоканальный прицел наводчика – «Сосна-У». Этот прибор позволяет наводчику находить цели при помощи оптического и тепловизионного канала. Кроме того, «Сосна-У» оснащается лазерным дальномером и системой управления противотанковыми ракетами. Таким образом, при помощи лишь одного прибора наводчик может выполнять несколько необходимых в бою функций. И, к сожалению, при создании проекта Т-72Б3, конструкторы-танкостроители применили неоднозначное или даже спорное техническое решение. Внешние агрегаты прицела «Сосна-У» размещены внутри легкобронированного кожуха, который защищает их от пули и осколков. В результате переделки танков Т-72Б в танке Т-72Б3 их боевой потенциал возрастает. Но разница в возможностях базовой доработанной машины может служить поводом для серьезных споров. Капитальный ремонт и установка нового оборудования способны оказать влияние на состояние техники и танковых войск в целом. С другой стороны, использование не самых новых и совершенных приборов в сочетании с рядом неоднозначных решений, таких как крышка окна прицела или же открытая пулеметная турель, в некоторых ситуациях способны полностью нивелировать все имеющиеся преимущества. Но, тем не менее, выбранные приборы и идеи укладываются в определенную заказчикам смету. И таким образом, Т-72Б3 фактически представляет собой компромисс между ценой и возможностями с поправкой на состояние танковых войск и грядущее появление новой техники. Основное отличие танков Т-72Б3М от классических Т-72Б3 – это новый дизельный двигатель и усиленные элементы защиты. На Б3 стоит движок мощностью 840 л.с., а на Б3М – на 1130 л.с. А внешне новая модификация отличается благодаря дополнительным модулям современной динамической защиты релик на бортах, корпусе и на башне. Кроме того, у Т-72Б3М обновленная версия прицела Сосна-У, цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел на рабочем месте командира машины. Все это позволяет танкистам быстрее обнаруживать цели и уничтожать их. Усовершенствован и боекомплект с удлиненными подкалиберными снарядами повышенной бронепробиваемости. Еще одно важное новшество – это гусеничные траки с улучшенными эксплуатационными характеристиками и увеличенным ресурсом. Т-72Б3М в целом гораздо дружелюбнее к механику-водителю. Его отделение оборудовали дисплейным комплексом и телевизионной камерой заднего вида. Автоматизированная коробка переключения передач существенно повышает скорость заднего хода. А самый современный вариант танка Т-72Б3 показали на форуме Армия 2023. Т-72Б3, те, кто знают меня с моего первого канала про моделизм, наверное, помнят мое видео, где я разбирала отличия разных версий танка Т-72Б3. И вот, судя по всему, появился еще один вариант самого распространенного современного танка России. Его отличительной чертой является усиленная защита. И обратите внимание, что даже ствол пушки с боковых сторон прикрыт блоками динамической защиты. И, конечно же, нельзя обратить внимание на характерный скворечник вверху башни. Это уже заводской вариант характерных козырьков против дживелинов, которые получили широкое распространение еще в начале 2022 года. И обратите внимание, что сверху козырек прикрыт блоками динамической защиты, что тоже вполне разумно. Российские танки впервые оснастили комплексом радиоэлектронной защиты от FPV-дронов Тритон, работа над которым велась в специализированном холдинге лаборатория ППШ. Известно, что комплекс работает в четырех диапазонных частот. Управление Тритоном также может осуществляться дистанционно с вносного пульта. И он может заряжаться как автономно от аккумулятора, так и от бортовой сети танка. И это очень своевременное и актуальное решение. Копеечные дроны уже успели наделать очень много шума. Их можно либо сбивать, что не всегда возможно, либо подавлять. А накрыть все войска средствами радиоэлектронной борьбы невозможно. Поэтому танкам нужно будет их возить с собой. И также танки Т-72 активно используют страны НАТО и их союзники. В Украине досталось достаточно много Т-72А. Это одна из самых первых модификаций танка Т-72, разработанная в 1979 году. И большинство этих танков Украина благополучно продала. Но тем не менее, что-то у них осталось, и они решили с ним что-то сделать. Причем в отличие от Т-64БМ и Т-84, Т-72АМТ это уже разработка после Майдановской Украины. Так что все минусы, которые у нее есть, а их немало, дело рук уже современной Украины. А после Майдана Украина перестала продавать свои танки. Так что теперь она их использовала сама, но в Донбассе. Киевский бронетанковый завод в 2017 году решил представить уже полностью независимую модификацию Т-72АМТ. И их показали прямо на параде в честь Дня Независимости. На новую модификацию установили динамическую защиту «Нож». Это украинская разработка конца 90-х годов, начала 2000-х. И по заявлению украинцев, эта динамическая защита может исключительно эффективно противостоять генетическим боеприпасам. И говорили, что она в прямом смысле разрезает вражеские снаряды. Также на АМТ установили приборы ночного видения. И предположительно, всего Украина располагает 25 танками такого типа. Из них, как минимум, один был подбит на Донбассе, один взят в качестве трофея под Киевом. И последний, сразу же, как он был получен, его тот же увезли с фронта, и теперь он находится в подмосковном парке «Патриот». В 70-х годах Социалистическая Федеративная Республика Югославия приобрела у Советского Союза лицензию на производство основных танков Т-72. И, видя темпы развития современной бронетехники, югославские военные в конце того же десятилетия инициировали начало работ по созданию новой модификации танка. А в силу некоторых причин политического и юридического характера, Югославия имела право самостоятельно проводить модернизацию, строящиеся по лицензии техники советской разработки. А другим странам Восточной Европы для этого приходилось обращаться к СССР. В 1982 году завершились основные работы по созданию проекта, и югославская оборонная промышленность совместными усилиями построила прототип танка, получившего обозначение М-84. В создании проекта модернизации советского Т-72 участвовало несколько предприятий, а главным разработчиком был Белградский военно-технический институт. Главной целью проекта М-84 было значительное повышение характеристик боевой машины путем обновления отдельных систем и агрегатов. В связи с этим конструкция танка Т-72, взятого за основу, претерпела минимальные изменения, но значительно изменилось внутреннее оснащение. Основной целью проекта модернизации было повышение боевых возможностей бронемашины. Специально для танка М-84 югославские специалисты разработали систему управления огнем. С ней были сопряжены электронно-оптические наблюдательные приборы, а также прицел с лазерным дальномером. Вся электронная аппаратура была создана Югославией на основе советских разработок и собственного опыта. И кроме того, танк М-84 получил новую радиостанцию и систему противоатомной защиты. И вот такой рассказ об эволюции советских танков Т-72 до современных боевых образцов у меня получился. А если вам понравилось видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А поддержать мою деятельность можно через сервис Boosty. Ссылочка будет в описании к видео. До новых встреч. Пока-пока.